Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать о физико-техническом институте Петрозаводского государственного университета, одном из старейших учебных структурных подразделений нашего замечательного университета. Физико-технический институт, а в прошлом физико-математический факультет был образован в 1940 году вместе с нашим университетом. Затем прошли ряд преобразований, этот факультет стал просто физическим, затем стал физико-техническим факультетом и в 2016 году стал физико-техническим институтом. Несмотря на то, что прошли ряд преобразований, наш институт остается одним из крупнейших институтов Петрозаводского государственного университета. Что же он из себя представляет и по каким направлениям подготовки мы ведем подготовку наших студентов, пойдет речь об этом. Итак, направление подготовки, которое мы реализуем. В 2021 году, как и в 2020 году, мы будем вести прием студентов на следующие образовательные программы. В рамках направления информатика и вычислительная техника мы будем вести набор на две образовательные программы. Это система обработки информации и управления и проектирование информационных систем в экономике. Средний балл по результатам приема 2020 года составил порядка 211 баллов по трем экзаменам ЕГЭ. Это русский язык, профильная математика и информатика ИКТ. В 2021 году мы будем вести прием на 55 бюджетных мест. Также родственным направлением подготовки являются информационно-измерительные приборы и системы, которые реализуются в рамках направления приборостроения. По данным направлениям подготовки мы учим студентов работать не только с программным обеспечением, но также и с аппаратными средствами. В данном случае студенты изучают дисциплины, которые связаны и с работой компьютерных сетей, и с работой различных микропроцессорных устройств, с работой умных устройств, с автоматизацией эксперимента и так далее. Таким образом студенты получают знания не только в области программирования, но также и в области работы различных аппаратных устройств, которые все больше набирают обороты в современной науке и технике. Следующим направлением подготовки у нас является педагогическое образование, и в данном случае мы готовим специалистов в области двух профилей, это физика и информатика. По окончании данного направления подготовки студенты могут работать учителями физики и учителями информатики как в общеобразовательных школах, так и в других средних специальных учебных заведениях. На данное направление подготовки у нас выделено 10 бюджетных мест. Для того, чтобы поступить сюда, нужно сдать три экзамена ЕГЭ – это русский язык, математика, профильное и общество знания. По результатам приема 2020 года средний балл составил 185 баллов. Также в нашем институте реализуется подготовка по энергетическим направлениям подготовки. Это теплоэнергетика и электроэнергетика. На 2021 год у нас увеличен план приема бюджетных студентов. Нам выделили на 6 мест больше. И в связи с этим по направлению электроэнергетика и электротехника мы открываем второй профиль. То есть в 2021 году мы будем вести прием по двум профилям – электроснабжение и электропривод и автоматика. И также мы продолжаем прием на теплоэнергетику и теплотехнику, на образовательную программу «Промышленная теплоэнергетика». Ну, надо сказать, что по результатам приема 2020 года у нас несколько возрос средний балл на направление электроэнергетика и электротехника. Он составил 216 баллов. Ну и также мы ведем набор на направление электроника и наноэлектроника. 22 бюджетных места у нас будет в 2021 году. Образовательная программа «Структура и свойства материалов» – электроники и наноэлектроники. Надо сказать, что все направления подготовки на сегодняшний день достаточно востребованы на рынке труда, как в нашей республике, так и за ее пределами. Еще раз повторю, какие экзамены необходимо сдать для того, чтобы можно было поступить на направление подготовки физико-технического института. Итак, вступительные испытания на информатику и вычислительную технику и на приборостроение – это единый государственный экзамен, русский язык, профильная математика и также экзамен по информатике и ИКТ. На направление электроэнергетика, теплоэнергетика и электроника и наноэлектроника – три экзамена – это русский язык, профильная математика и физика. И также на педагогическое образование требуется сдать ЕГЭ по трем дисциплинам – это русский язык, профильная математика и общество знания. Хочу также остановиться на том, что начиная с 2020 года достаточно сильно поднялись минимальные баллы ЕГЭ для поступления в высшее учебное заведение. Вот здесь на слайде представлены данные как раз по этим дисциплинам, то есть по русскому языку минимальная математика – 39, по физике – также 39, а в 2020 году был 40. А по информатике и ИКТ, наоборот, на 2 балла повышается минимальный проходной балл и будет составлять 44 балла. Конечно же, это тот порог, который абитуриенту необходимо преодолеть для того, чтобы иметь возможность поступить в высшее учебное заведение, но в частности в Петрозаводский госуниверситет и к нам в физико-технический институт. Также хочется отметить, что учебные корпуса физико-технического института находятся в университетском городке. Это достаточно новые корпуса, которые были введены в работу в начале 2000-х годов. Пока мы находимся в экологически чистом районе, практически неподалеку от нас находится лес. Выгодное положение также заключается в том, что рядом с нами находится и плавательный бассейн ПетрГУ. То есть наши студенты в рамках занятия по физической культуре могут заниматься плаванием, также могут заниматься в тренажерных залах. Мы стараемся поддерживать на должном уровне все учебное оборудование, стараемся закупать новые стенды для лабораторных работ, для того, чтобы студенты имели возможность заниматься на новом, достаточно хорошем, современном учебном оборудовании, которое по своим характеристикам ничуть не уступает оборудованию, которое закупают ведущие вузы страны. Также хочется отметить и то, что все студенты имеют возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью. В нашем структурном подразделении имеется достаточно большое количество научных лабораторий, где студенты могут реализовать свой научный потенциал. Под руководством ведущих научных сотрудников, научных руководителей, студенты могут уже, начиная со второго курса, успешно заниматься научной работой. А это значит, что, занимаясь научной работой, они имеют возможность, уже будучи студентами, иметь научные публикации, получать дополнительные выплаты к основной стипендии, получать дополнительную стипендию за научные разработки и, собственно говоря, повышать свой научный потенциал. В дальнейшем есть возможность поступить на направление магистратуры и аспирантуры. То есть в нашем институте также мы реализуем и направление обучения и магистратуры, и в дальнейшем и аспирантуры. Ну и дальше наши выпускники могут стать и нашими сотрудниками, то есть будущими преподавателями, научными сотрудниками и продолжить свою работу у нас в Петрозаводском государственном университете. Также хочется отметить, что у института заключены долгосрочные договоры на прохождение производственной практики студентов в различных учреждениях и на различных предприятиях, в том числе и инновационных предприятиях. И хочется отметить, что студенты с большим удовольствием проходят производственную практику как раз на предприятиях, которые расположены и у нас в Республике Карелия, и также за ее пределами. Ну, например, в частности, завод GS NanoTech, который расположен в городе Гуси, в Калининградской области, каждый год принимает наших выпускников на производственную практику. И, собственно говоря, ребята впоследствии трудоустраиваются на этом предприятии. Ну и хочется отметить, что и география, и диапазон трудоустройства наших выпускников достаточно широкий. Это и научные организации, и промышленность, и образовательные учреждения, и транспорт, и телекоммуникации, энергетические предприятия, финансовая сфера и так далее. То есть наши выпускники, выпускники физико-технического института могут найти работу, причем хорошую, высокооплачиваемую работу в различных сферах промышленности, в различных научных организациях. И, собственно говоря, на биржу труда попадает очень и очень небольшое количество выпускников. Об этом, собственно говоря, можем вообще не задумываться, поскольку действительно наших выпускников с большим удовольствием берут различные наши предприятия. И хочется отметить, что диплом окончания физико-технического института Петрозаводского государственного университета является залогом успеха в будущем. И наш девиз, наш лозунг – «Выбери свое будущее». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!